Сегодня серьезная задача разобраться с новым каталогом модулей для ЧПУ. Первое, что я хочу показать, это зачем мы создавали новую базу модулей. Новая база модулей создана для того, чтобы можно было сразу из 1С отправлять детали на ЧПУ без посредничества людей, которые выбирают по каким схемам им присаживаться. Вот для примера я открою сейчас один из модулей, ну допустим вот этот вот, и мы посмотрим из каких деталей он состоит. У него есть фасадные детали и корпусные детали. Менеджер этого не видит дальше, что происходит, а конструкторы видят. Если заглянуть в деталь, то у детали есть своя формула, по которой она строится, там схема, где она присаживается и так далее. Но самое главное, вот где она кромится, но самое главное, у нее есть схема присадки. Это программа, которая выполняет ЧПУ. То есть вот эта вот картинка, если ее там посмотреть, да, она соответствует тому той записи, где дырочки ставятся для того, чтобы потом эта деталь собралась в корпус. Бывают отверстия, бывают еще и фрезеровки. Вот раньше у наших деталей вот этого не было. Были отдельно лежащие программы где-то там в цеху. И люди, которые как-то сопоставляли надпись на этикетке с той программой, которую надо сейчас выполнить. Мы пришли к тому, что мы убираем людей и у нас остается полностью управление под управлением вот этой 1СКИ. То есть 1СКИ, что здесь написано, что наш штрих-код на детали вышло, то у нас по этой программе и присадится. И вот это вот новое заставило нас переработать всю базу модулей, потому что так, как она существовала раньше, там не было различий во многих деталях на уровнях присадки. И нам пришлось всю базу модулей переделать. Переделали мы ее еще не до конца, но тем не менее с 3 июля ее уже начинают продавать. Поэтому я немножечко хочу вам ее показать и главное сагитировать, чтобы сами вы зашли и попробовали в ней начать ориентироваться. Потому что это все-таки другая база, с другой структурой, с другими названиями модулей, с другой компоновкой модуль фасад. Поэтому вам нужно в ней разбираться. Значит, находится она вот здесь, кухонные модули для ЧПУ. Начинает 3 июля ее начинает продавать М32. Через 2 недели подключаются кухни-место. Начинает продавать модули только вот из этой базы. Значит, здесь привычная вам структура, верхние и нижние пеналы. Но довольно много всяких отличий, связанных с тем, что по-другому скомпоновано. Например, вы не найдете группу с названием «Распашные модули», а найдете с этой группу с названием «Базовые модули». И в этой группе «Базовые модули» или вы не найдете складных модулей, да? Потому что в группе «Базовые модули» вот она на уровне фасадов существуют и складные фасады. То есть сам корпус никак не различается, различаются только фасады. Поэтому нужно ориентироваться, нужно попробовать сейчас в этой базе походить до старта продаж и поориентироваться. Значит, вот что я вижу здесь тоже. У фасадов у нас появились ограничения максимальная и минимальная ширина. Это для вашего удобства и для того, чтобы избегать лишних ошибок. То есть если у меня сейчас ширина модуля установлена на 600, мне доступен весь этот список. Я могу выбрать любой вариант фасада. Есть ли варианты фасада, да? Если я ширину модуля изменю, скажем, на 800, у меня фасад сбросится, потому что новый список и надо выбирать из нового списка. То есть мне доступно уже не все. Одинарные дверки мне не доступны. Поэтому я выбираю что-то из того, что здесь существует. Значит, выбираю, ставлю. Продолжу в следующем видео.